Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина в ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Без пафоса, без очередей. В Любытине начала работу новая поликлиника. Торжества врачи не устраивали, просто приняли первых пациентов. Островок безопасности на федеральной трассе для школьников из Захарьина и помощь медикам новгородской скорой. Глава региона Андрей Никитин и вице-губернатор Ольга Колотилова обсудили решения, принятые по результатам встреч с жителями. Хоккейная столица четырех наций. Великий Новгород готовится принять крупный спортивный турнир. 49 автобусов марок МАС и Волжанин в скором времени пополнит технопарк Новгородской области. Собственность региона машины передаст правительство Москвы. Договоренность об этом была достигнута летом в ходе встречи Андрея Никитина и Сергея Собянина. Президиум правительства Москвы принял решение о передаче автобусов Великому Новгороду в конце ноября. Поручение передать пассажирский транспорт нашему региону мэр столицы Сергей Собянин озвучил в июне 2017 года. Отечественные автобусы, которые прибудут в областной центр, сошли с конвейера в период с 2007 по 2009 год и эксплуатировались Мосгортрансом. Машины поступят в собственность Новгородской области. Их появление должно решить ряд транспортных вопросов в регионе и повысить качество услуг. В Любытине сегодня начала работу новая поликлиника. Без лишнего пафоса и громких слов в медучреждении просто начался прием пациентов. Этого события жители райцентра ждали долго. Здание было заложено в 2011 году. Стройка шла медленно, менялись подрядчики. А в минувшем декабре по случаю завершения возведения объекта на его входе даже перерезали красную ленточку. Однако потребовался еще год, чтобы врачи смогли принять первых пациентов. Почему, расскажет Людмила Александрова, которая побывала сегодня в клинике. В первый приемный день Любовь Сергеевна здоровается со всеми врачами и даже с некоторыми пациентами. Повсюду знакомые лица. В старом здании Любытинской поликлиники она была частой гостьей. Здесь, говорит, люди те же, а все остальное совсем непривычно. Все очень красиво, по-современному, по-городскому. Места много, конечно, это так вот. Но мне понравилось. Собственно, далековато, конечно, но вот так, если нет собственного транспорта, это далековато. А так очень все красиво. В живописном месте, но на окраине Любытина. Здесь, как в зимней сказке, куда ни глянь, кругом леса. До центра поселка на самом деле не очень далеко. Какие-то пара километров. Но приехать сюда пока можно разве что на такси или на личном транспорте. А как добираетесь-то сюда? Ну, со знакомыми так подстраиваемся. Ну, такси там, сейчас, наверное, маршрутка водит. Как-то это будет, ведь все равно вопрос решен. Я думаю, администрация так не оставит. До этого же была пробная маршрутка, но не было поликлиники, поэтому они сочли не нужным, как бы пока ее пускать. Маршрутка появится в перспективе. Поликлиника в Любытине – объект настолько долгожданный, что пациенты готовы терпеть временные трудности. А вообще, с момента завершения строительства прошел уже год. Долгое время учреждение не могло получить лицензию. В связи с чем мы затянули процесс начала работы. Но строители пошли навстречу. Они решили проблему с крышей. Теперь уже крыша не течет. Решили проблему с дренажной системой. Там она забилась. Были некоторые моменты, которые нужно было исправить. Отсрочили открытие летние бедствия. В новом здании во время ливневых дождей затопило цокольный этаж. Решили проблемы только к зиме. Сейчас здесь просторно, сухо и тепло. Почти все оборудование перенесли из старых корпусов поликлиник. Но что-то приобрели специально к открытию. Новая версия рентгеноборудования отличается от предыдущей тем, что здесь цифровые технологии. Это значит, что результат можно получить за считанные минуты. Но сначала необходимо надеть специальный защитный фартук. Снять все кольца. Я готова. Это стандартная процедура. Сам снимок делается моментально. Специальную рентгеновскую пленку используют лишь в особых случаях. Для экономии времени распечатывают рентген на обычном листе А4. Ну, изображение достаточно большое. И видно, что с рукой у меня все хорошо. Результат я получила буквально через минуту. Нового оборудования здесь достаточно, а вот народу немного. Может, потому что первый день. Очереди к врачам, если и есть, то совсем небольшие. На радость пациентам. Трудятся в новом здании около 90 человек в белых халатах. Среди них значительная часть молодые специалисты, хоть и в основном широкого профиля. Но пока работаем так, говорит главврач. И все довольны. Их любытинцев можно понять. Как-никак ждали они этого первого дня долгие шесть лет. Из Любытинского района Людмила Александрова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. В том числе решение кадровых вопросов на станции скорой помощи в Великом Новгороде обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Андрей Никитин и вице-губернатор Ольга Колотилова. Ряд решений в сферах здравоохранения и автобусных перевозок на селе были приняты после встреч с жителями региона. Первая проблемная тема – безопасность школьников на селе. По маршруту Захарина – Мясной Бор. В Великий Новгород ходят рейсовые автобусы. Место для посадки детей сейчас опасно. Там, фактически, место посадки детей в деревне Мясной Бор, оно примыкает к большой парковке для большегрузов, которая расположена около кафе на федеральной трассе Москва-Санкт-Петербург, что создает угрозу жизни и здоровью детей. От родителей поступило ряд предложений, как сделать безопасный карман. Рядом с парковкой предложения – это разумные, поэтому, в общем, надо решить этот вопрос. Кроме того, выяснилось, что дети, которые едут в школу из деревни Мясной Бор в Захарина, также испытывают неудобства при посадке из-за фур и грузовиков. Ольга Колотилова предложила ввести запрет на парковку стороннего транспорта в этих местах. Второй вопрос – ситуация в скорой помощи. Первая встреча вице-губернатора и коллектива полгода назад была очень напряженной. Люди жаловались на огромную нагрузку и мизерную зарплату. Сейчас уже ситуация стабилизировалась, и встреча прошла очень конструктивно. Врачи и фельдшера предложили ряд мероприятий, организационных мероприятий в области работы, скорой и неотложной помощи, в том числе во время новогодних праздников. Достаточно разумные вещи вы предлагаете, и важно, что вы предлагаете после диалога с людьми. Я вас прошу такую практику продолжать, потому что есть масса проблем, которые людей беспокоят, людей раздражают, при этом они, в общем-то, от невнимания, что ли, происходят, и их не так сложно решить. Но вот эту работу важно настраивать таким образом. Поэтому практику встречи я вас прошу продолжить. Добавим, что в списке предложений по улучшению ситуации на новгородской станции скорой помощи, привлечение молодежи в кадровый состав, дополнительная социальная поддержка фельдшеров и организация прохождения в скорой практике студентов-медиков Новгоум. Из полугодовой командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд новгородской полиции. Более ста сотрудников различных подразделений регионального управления МВД помогали коллегам из Дагестана охранять общественный порядок горной территории. Вместе с семьями и друзьями бойцов на Софийской площади встречала наш специальный корреспондент Юлия Бабич. Первые слова, которые скажете, когда увидите сына. Людям, любим, скучаем. Еле дождались. В ожидании опаздывающего автобуса с отрядом родные полицейских не обращали внимания на мокрый снег и холод. Все были в мыслях о том, когда же обнимут своих любимых. Полгода общались только по телефону. Дети очень ждут. Потому что, на самом деле, когда папа так неожиданно уезжает в командировку, это тяжело. И вот больше сотни правоохранителей чеканья шаг идут к месту торжественного построения. Заветные для семей слова командира. Боевых потерь и ранений среди отряда нет. Не было и нарушений дисциплины. С возвращением и успешным выполнением заданий стражей порядка поздравили руководители регионального ОМВД, городские и областные власти. Те правонарушения, которые вы пресекли, там, они не случатся здесь, на территории Центральной России. Спасибо вам огромное. Особо разрешите поблагодарить Дмитрия Георгиевича Кириллу, подполковника полиции, за то, что все вернулись домой, все новгородцы приехали на новгородскую землю. Благодарности и почетные грамоты за успешно выполненные в Дагестане задачи получили больше 30 правоохранителей. Торжественное построение завершено. К отряду поспешили родные и друзья. Участкового уполномоченного полиции Александра Подлесных встретили почти всей большой семьей. Родители, сестра, жена и старший сын. Младший Константин, которому в день полиции исполнилось 3 года, ждет папу дома. Наконец-таки я вернулся на родную землю и обнял свою любимую семью. Тяжело было? Тяжело. Служба? Нет, в основном тяготел от того, что дома семья одинока, как-то скучно, грустно. И хочется их обнять. А расстояние... Теперь расстояние им больше не помеха. Впереди у правоохранителей небольшой отпуск 10 дней, который они смогут посвятить семье. А дальше снова служба. Юлия Бабич, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Минувшую субботу страна отметила День Героев Отечества. В регионах России еще 40 государствах знатоки российской истории блеснули эрудиции и написали профильный тест. А еще в этот день впервые прошел всероссийский юридический диктант. Написали его и в Великом Новгороде. Прежде чем 450 жителей нашей области приступили к написанию первого всероссийского теста на знание юридических понятий и основ Конституции, наградили тех, кто в правовых документах разберется даже с закрытыми глазами. Речь идет о лауреатах премии «Юрист года Новгородской области», отмеченный завкафедрой уголовного процесса и криминалистики НовГУ Николай Синькевич, полковник милиции в отставке Игорь Златин и замначальника уголовно-судебного отдела региональной прокуратуры Георгий Жуков. Безусловно, что граждане, которые свои права знают, они чувствуют себя более уверенно. И я очень благодарен Ассоциации юристов Деловой России за вот эту инициативу, инициативу, связанную с правовым просвещением. Как справились с юридическим диктантом, участники узнают через пару недель. А вот те, кто решил в этот же день проверить свои знания по истории Отечества, уже начинают получать первые результаты. К слову, вопросы были совсем непростыми. Даже профессиональный историк вспомнил, что такое мозговой штурм. Я не испытывал какого-то трепета, если я не напишу, да, вот такой, как экзамен всей жизни. Нет, конечно. Но я понимаю, что часть вопросов, например, по 20 веку, мне знакома меньше, чем вопросы по древней истории России, которые связаны, в частности, с Новгородом. Там часть вопросов перекликались с новгородикой. Это очень приятно. Тестирование по истории Отечества. Эта международная акция проходит в России еще в 40 странах мира в четвертый раз. Столь масштабно в регионе было организовано 50 площадок. Новгородцы в ней участвовали впервые. Продолжение темы празднования Дня Героев Отечества. В честь этой памятной даты за круглым столом собрались ветераны и представители молодого поколения. И тех и других поблагодарили за активную жизненную позицию. Цветы и благодарности получили в том числе и ветераны Великой Отечественной войны Роза Баева и Александр Попов. Несмотря на преклонный возраст, они по-прежнему активно участвуют в воспитании молодого поколения. Важно, что люди разных возрастов и судеб собираются вместе, отметил первый вице-губернатор Сергей Сорокин. После чествования новгородских героев отметили и юных волонтеров. Каждый из них не первый год участвует в акции «Бессмертный полк» и заходит к пожилым поздравить с праздником или просто по-человечески поговорить и выслушать. Я считаю, что это здорово помогать другим людям, особенно ветеранам, так как они сделали очень много для нас, и мы должны многое сделать для них. Добавим, что такие праздничные встречи в День Героев Отечества прошли во всех районах области. А в Боровичах и Подаре волонтеры еще и раздавали прохожим на улицах фронтовые письма-треугольники. Через пару дней Великий Новгород станет хоккейной столицей четырех наций. Одноименный турнир соберет на Новгородском льду юниорские сборные нескольких континентов. Уже сегодня должен был состояться так называемый выставочный матч, но по неспортивным причинам его проведение отсрочено на сутки. О них журналистам сегодня рассказали на предстартовом брифинге. В турнире сразятся четыре сборные команды юниоров – Россия, США, Швейцария и Словакия. Выставочный матч «Россия-США» должен был состояться сегодня, но возникли форс-мажорные обстоятельства. Авиаперелет американцев был отменен из-за погодных условий. Они искали альтернативные маршруты. Значит, у них получилось сегодня перелететь до Хельсинки. Сегодня они приезжают, все состыковывается, но матч переносится на завтра, на 12 число, на 18.00. То есть, пользуясь случаем, обращаемся ко всем болельщикам. Билеты в силе, но матч будет завтра в 18.00. Все, кто купил билеты на сегодняшнее число, могут приходить завтра и смотреть матч и поддерживать сборную команду России, болеть за наших, я надеюсь. Тренер сборной России Владимир Филатов уверен, на игру американцев проблемы с трансфером никак не повлияют. Будет жарко и зрелищно. С этой команды, которая накануне взяла мировой кубок вызова, наши хоккеисты на льду пока не встречались. Поэтому помериться с силами будет интересно. Абсолютно все билеты на этот матч и остальные встречи в рамках турнира были распроданы в первые дни после старта продаж. Так что хоккеистов ожидает хорошая поддержка. Спортсмены, в свою очередь, усиленно тренировались перед турниром, чтобы не огорчить болельщиков. Когда ты представляешь команду России, наверное, каждый матч важен, потому что на тебя смотрят, ну, как минимум, Великий Новгород будет смотреть завтра за нами. Да, проигрывать или играть там в полсилы мы, наверное, не имеем права. Ну, проигрывать, наверное, в полсилы играть не имеем права. А кто победит, то есть победит сильнейший, это понятно. Вот, но то, что ребята будут сражаться, и это сто процентов, я вам могу сказать. Помимо самих игр, зрителей ждет интересная интерактивная программа и выступления чирлидеров. Юные новгородцы в минувшие выходные скрестили мячи с суздальцами. Реконструкция летописной битвы прошла у стен Десятиного монастыря в праздник иконы Божьей Матери Знаменья. В самом центре Великого Новгорода среди многоэтажек шума колес и толпы зевак, звон мечей и победные крики воинов. То родная битва новгородцев с суздальцами делится с прохожими участниками реконструкции. Традиционной и столь значимой для истории нашего древнего города. Тем, кто пришел на битву без оружия, но уж очень хотел постоять за землю новгородскую, организаторы выдавали вот такие мечи из картона. Возможно, не очень реалистично, но зато безопасно, особенно если учитывать столь юный возраст добровольцев. По голове и по рукам не бьем, не увлекаемся и боремся с противником в полсилы. Инструктаж по технике безопасности – неотъемлемая часть ратной битвы, когда в руках школьников деревянные мечи и щиты. В прошлом году у нас еще не было мечей, мы брали вот здесь бумажные, выдавали. А в этом году уже, ребята, покажите, вот подготовили такое оружие, чтобы полноценно принять в битве участие. Дворовые войны и реконструкции боевых действий современным детям давно заменили стратегии и стрелялки в сети интернет. Но таких эмоций не даст ни одна компьютерная игра. Стоит только попробовать, затягивает похлеще интернета. Компьютеры не так, почему вообще. Здесь все по-настоящему. Да, очень по-настоящему. Ну давайте, сочетители религии Новгорода. Востоим за Новгород. О той победе предков современным школьникам рассказывают на уроках истории. Воссоздать подвиг ежегодно берется новгородская епархия. Конечно, это очень нравится детям, но не ради развлечения, опять же, а ради воспитательного процесса. Потому что и патриотизм, и история, и культура, все здесь объемлется, все здесь вспоминается. И радостно, что те, кто приходят, они становятся участниками. И для них уже рассказ о этих исторических событиях не является чем-то новым, необычным. Если верить льдописцам, победить нашим предкам в той битве помогла икона знамения, и это было чудо. Новгородцы же всегда славились тем, что чтили историю. А это значит, что через год у стен Десятинного монастыря вновь соберутся новгородская и Суздальская дружины. К счастью, с деревянными мечами. Алена Сувтина, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородские волонтеры дали старт ежегодной акции «Старость в радость». Всем миром они предлагают собрать подарки для тех, кто Новый год встретит не в кругу семьи. Волонтеры собирают новогодние подарки для жителей домов престарелых и инвалидов, воспитанников детских интернатов и приютов, и даже для бездомных животных. Желающие поучаствовать в акции могут приносить любые сувениры, а также чай или сладости, одежду, желательно от 50-го размера и больше, обувь. Главное, чтобы вещи были новыми. Все, что есть в списке, то и приносят, скажем так. То есть у нас в группе есть полный список, что можно, там уже на усмотрение. Конечно, мы перебираем подарки, чтобы они были равноценные. Что-то докладываем, что-то. Кто не может принести подарок, тот перечисляет деньги, либо приносит деньги. Всего в рамках акции открыто 6 пунктов приема вещей. Главный из них расположен в Великом Новгороде по адресу. Улица Большая Московская, дом 53, корпус 3. Ездить с подарками в приюты и дома-интернаты области волонтеры намерены до конца декабря. Планируется посетить 36 соцучреждений. Сосиски стали центральной темой художественного конкурса в честь Всемирного дня мясного деликатеса. Вдохновил юных новгородцев на творчество. Крупнейший в областном центре мясоперерабатывающий холдинг «Адепт». Состязание стартовало в ноябре, а накануне победители получили свои дипломы и вкусные призы. 212 лет назад торговец мясной лавки придумал оригинальный рецепт колбасок, которые и по сей день приводят в восторг и детей, и взрослых, и в современном мире именуются сосисками. К Всемирному дню интернационального продукта торговая марка «Новгородский бекон» и работники библиотеки «Читай город» провели ряд совместных мероприятий. Конкурс рисунков, который проводился с 12 ноября по 1 декабря, пользовался популярностью и у ребят из детских садов, и у школьников, и даже у педагогов. Всего на суд-жюри было представлено более 150 работ. Больше всего поразила это скорее техника исполнения. Конечно, безусловно, вот хотелось бы очень отметить ребят из детского садика 68, потому что такое разнообразие работ от них поступило. И настолько вот идеально детскими руками просто они выполнены, поэтому нам даже пришлось как бы вводить, да, в такое понятие, как вне конкурсная программа, потому что не отметить эти работы было невозможно. Выбрать лучших было непросто. Победителей в этом конкурсе оказалось сразу 30. Маленький Тиша – один из самых юных участников. Он помогал маме раскрашивать рисунок. Идею произведения навеяло охватившее всех новгородцев новогоднее настроение. В преддверии Нового года, всё-таки у каждого есть своя мечта, и мы решили вот изобразить котёнка, который мечтает о ёлке с колбасками, с сосисками и с окороком сверху, за место звезды. Даша учится во втором классе и признаётся, без сосисок жизни не представляет. Она готова их есть с утра до самого вечера. Как мексиканцы, которые целыми днями уплетают свои острые колбаски чоризо. Нарисовали мексиканцы сосиску. Наша сосиска любит рисовать и играть на гитаре. Она любит петь и говорить много о сосисках. Ну а взрослые участники конкурса посвящали сосискам настоящие поэмы. Любим всё здесь покупать. Очень вкусная всегда докторская колбаса, а сосиски – объедение. Весь товар на загляденье. Новгородский нас бекон – лучший в мире он. Вот так. Победители получили почётные грамоты и памятные подарки. Но организаторы конкурса пообещали ещё не раз дать повод новгородским детям проявить себя. Ведь в календаре праздников ещё так много вкусных дат и событий. Алёна Савтина, Олег Фёдоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Это всё на сегодня. Интересная информация вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!